Дорожное управление Дорожное управление готовит федеральные и региональные трассы к весеннему половодью. Каким районам стоит уделить наибольшее внимание? 65 лет назад в СССР началось освоение целинных земель. Покорять целину на Алтай приехали 50 тысяч человек из 40 регионов страны. С одной из первоцелинниц пообщалась наша съемочная группа. Они знают, как отправиться в путешествие по виртуальной реальности, что нужно для создания дрона-уборщика и зачем в быту нужны роботы. Сегодня воспитанники Алтайского кванториума празднуют год со дня открытия технопарка. Сегодня температура воздуха поднимется до плюс 13, и в регионе начнется активное таяние снега. МЧС предупреждает о возможном подтоплении низин склоновыми и талыми водами. Основной паводок ожидается на реке Обь в пределах Барнаула и будет проходить в две волны. Первая в апреле после прохождения ледохода. Вторая волна в мае-июне. Это период активного таяния снежных запасов и ледников в предгорных и горных районах Республики Алтай. Также возможно образование наледи на реках края. Возрастает и риск провалов людей и техники под лед. Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации? Очистить водосборные канавы от мусора, закрыть вентиляцию в подвалах, освободить их от вещей, вывести животных и птиц в безопасное место. Заранее приготовить документы и вещи на случай эвакуации. В случае подтопления сообщите о нем по телефону 101 с мобильного 112. Тем временем дорожное управление готовит федеральные и региональные трассы к весеннему половодью. Как это делают? Узнала Полина Жданова. Убрать снег вдоль трасс как можно быстрее задача номер один дорожных служб. Иначе затопят первыми же талами водами. По прогнозам синоптиков и спасателей это может произойти уже в конце недели. В Шалобольхинском районе, как и во многих других, очищают водоотводные сооружения и водопропускные трубы создают искусственные русла. С полей вода, которая будет сверху, она вся будет идти вниз. Для того, чтобы она шла организованно ни по проезжей части, не мешала проезду, не размывала ни насыпь земляного полотна, ни покрытия, организовывается водоотвод. Особое внимание во время противопаводковых работ уделяется предгорным районам. Это Солонешинский, Краснощоковский, Алтайский, Черыжский. Там проблема стоит более остро. Большое количество малых рек, которые сильно промерзают, и после заливают территории. Поэтому работы там начались гораздо раньше и продолжатся до самого паводка. Мы очищаем обочины, водоотводные лотки. Заготовили противопаводковые материалы крупнообломочные. Это скальный грудь, щебень, больших фракций. Поэтому техника вся необходимо задействована и плюс численный состав рабочий. Работы по созданию водоотводов проведут во всех районах и по всем трассам региона. А это 16 тысяч километров дорог. В регионе сформировали мобильные отряды. Они будут выезжать в подтопленные районы, чтобы помочь ликвидировать последствия паводка. По прогнозам дорожников, этот паводок не должен быть аномальным. Оттепель наступает постепенно. Резких потоков воды не ожидается. Предварительная дата окончания подготовительных работ – 10 апреля. Полина Жданова, Михаил Лифуншан, Новости. Когда новая машина не приносит радости. Автомобили даже у официального дилера не всегда качественные. Управление ими приносит владельцам больше хлопот, нежели пользы. В таких ситуациях не все знают, как получить компенсацию или же вернуть товар за полную стоимость. И за месяц к юристам могут обратиться до пяти человек. Подобный случай произошел в Бурнауле в прошлом году. Иван Миляев купил себе первый автомобиль. Он взял в автосалоне машину в максимальной комплектации. Автомобиль высокой проходимости использовался для дальних поездок. Однако самым частым маршрутом была дорога в автосервис. По ходовым качествам, по электронике, комфорту он меня вполне устраивал. Но та периодичность поломок и их повторы заставили меня сомневаться в его качестве. По прошествии одного года я насчитал более месяца суммарно нахождение автомобиля в сервисе у дилера. Иван решил вернуть автомобиль на завод-изготовитель по гарантии. Правда, на полную компенсацию он не рассчитывал. Обратился к юристу. Спустя полгода получилось взыскать с изготовителя за проблемное авто. 1 миллион 700 тысяч рублей. О том, как необходимо действовать, если новый автомобиль ломается, как поддержанный, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Практически на все товары, которые мы покупаем в магазинах, существует гарантийный срок эксплуатации. Покупатель может сдать неисправный товар, бесплатно его отремонтировать или обменять на другой. Все эти условия действуют и в случае приобретения автомобиля. Но всегда ли продавцы техники сообщают закон о защите прав потребителя? И что нужно делать, если ваши права нарушают? Обсудим в программе интервью дня. Гость студии адвокат Александр Гайдуков. Смотрите в 17.15. Сегодня в Театре Драмы чествовали первоцелинников. На торжественном собрании, посвященном 65-летию с начала освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае, собрались около 700 гостей. Это герои социалистического труда, ветераны агропромышленного комплекса, представители власти и сельхозтоваропроизводители. Подробности у моего коллеги Глеба Полянского. Здравствуйте, коллеги. В Театре Драмы уже завершается церемония чествования первоцелинников. Напомню, ровно 65 лет назад, в марте 1954 года, в Барновул прибыли первые эшелоны с молодежью, которая приехала осваивать в Алтайский край новые земли. Первый же год распахали дополнительно 2 миллиона гектаров земли и получили урожай 7 миллионов тонн зерна. Сейчас рядом со мной Вера Лагуткина. Она приехала на Алтай в числе первых. Здравствуйте, Вера Техановна. Ну вот расскажите о том, откуда вы приехали и ощущение первого урожая, которого удалось достигнуть уже, получается, в первый год. С Раменском приехала, с города Раменска, Московской области. Не страшно было в Сибирь ехать на Алтай? А, вы знаете, наверное, романтика, что ли. Я даже и не скажу, что мной сильно действовало, но я тогда про Алтай прочитала. Очень понравилась мне эта книжка. И я говорю, на Алтай надо посмотреть девочки. И вот со мной девочки поехали, нас вот Нина Лебедева, я, и сестры Ивлевы поехали. И, в общем, нас провожали там же на перроне. Где-то шел митинг, а мы девчонками сфотографировались отдельно. Ну, это, я думаю, было тяжело первое время, но вот именно ощущение первого урожая, вот расскажите об этом. А вот первый урожай мы в 55-м году новый совхоз стали строить. И вот, помните, я урожай 56-го года очень большой, очень, настолько был урожай большой. Такие колоссия крупные, зерна налитые, настолько зерно было полноценно, очень. Знаете, это неописуемо, это просто неописуемо. Восторг, восторг, что это и твои тут есть, твой труд. Ну, и вот спустя столько лет не жалеете, что тогда приняли решение приехать в Алтайский край? Ну, это знаете, что я же сирота, мне все равно, где жить, в Москве или здесь. Но там воздух, там воздух хуже, чем здесь. Здесь он чище, да, вольнее, самое главное, вольнее. Хорошо, спасибо вам большое, Вера Тихоновна. Коллеги, подробный материал о участвовании первоцелинников в Театре драмы смотрите сегодня в выпуске новостей в 17 часов. Глеб, спасибо вам, а я продолжу выпуск. Около двух тысяч алтайских семей смогут получить право на ежемесячные пособия в связи с рождением первого ребенка с 2020 года. Сейчас эту форму поддержки в регионе уже получают 4700 семей. Об этом журналистам сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Напомним, с прошлого года семьи, в которых родился первый ребенок, а доход на каждого члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, получают ежемесячные выплаты. В Алтайском крае эта сумма составляет почти 10 тысяч рублей. По инициативе президента России Владимира Путина право на выплаты получат и те семьи, в которых доход на каждого человека не превышает двух прожиточных минимумов. Мы сделали прогноз, расчет, сколько может таких первенцев у нас появиться, когда эта норма будет принята в исполнение с 1 января 2020 года. Так вот, по нашим прогнозам, порядка 2000 семей должно будет к нам обратиться в связи с рождением первенца. Наталья Оськина также отметила, что дополнительные меры позволят большему количеству семей решиться на рождение первенца. Положительный эффект от социальной поддержки семей с детьми отмечают в регионе уже много лет. После введения выплат на третьего ребенка ежегодно в алтайских семьях стало рождаться вдвое больше третьих детей. Сегодня в регионе уже более 27 тысяч многодетных семей. Они разрабатывают технологические кейсы, дронов-уборщиков и программы путешествий по виртуальной реальности. Сегодня воспитанники Алтайского Кванториума празднуют год со дня открытия технопарка. О самых ярких и полезных изобретениях далее. Вот он, клондайк детской науки, Алтайский Кванториум. Здесь подрастают почти 500 будущих инженеров, программистов и робототехников. В технопарке работают семь направлений. На пяти этажах размещаются био, аэро, айти и хай-тек квантумы. Мне, в общем, нравится 3D-моделирование, так как в 3D-моделировании ты можешь создать целый свой мир, где ты можешь делать все, что захочешь, свои животные, свои растения, свои города. Все, как хочешь, и в этом мире ты можешь, скажем так, виртуально жить. Все дети занимаются проектной деятельностью, и они не просто делают исследования. Они, исследования, это самый первый шаг, который они делают в своей работе. Они, в конце концов, должны сделать результат в форме некого продукта, то есть программного обеспечения, работающего устройства. За год квантрианцы-футуристы успели стать победителями и призерами престижных олимпиад и конкурсов среди школьников. Сейчас готовятся к финалу Всероссийской Олимпиады национальной технологической инициативы. Первые проекты у нас начинались на летних сменах. То есть можно продемонстрировать, у нас есть дрон-уборщик, мы его самый первый презентовали. Он у нас был предназначен для чистки потолков. А второй непосредственно проект у нас был дрон-грузоперевозчик. Он у нас пока прототип, он у нас должен перевозить маленький объект. Алтайский кванториум входит в сеть детских технопарков, которые создают в России с 2016 года по поручению президента Владимира Путина. Сейчас в стране работают уже более 50 площадок. У алтайских квантрианцев есть и проектные разработки и идеи. Например, реконструкция здания сереброплавильного завода, беспилотные приборы и высокотехнологичная печать на 3D-принтере. А с таким научным потенциалом не за горами и великие открытия. Яна Аксенова, Евгения Князева, Сергей Балуев. Новости. Это были все новости к этому часу. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. А я с вами прощаюсь. С вами был Егор Матаев. Хорошего дня.